Друзья, мы сегодня находимся в водохранилище Серехол-Лаос. Это тот прорыв воды, о котором рассказывали по канале Россия24. Это лёд, который растаял. Из-за глобального потепления вот эти сифоны стоят для защиты от вечной мерзлоты. А вот там, где не было сифона, вода прорвалась вот так. Друзья, я нахожусь сейчас там, где прошла вода, там, где изолятор молнии. Если здесь падает молния, всё, она заряжается энергией и распространяется по поверхности земли. Если по столбам идёт земля, молния от земли бьёт вверх и ломает все столбы. Таким образом, когда-то здесь была линия передачи электрическая, и вся она сломалась. И три столба там лежали, сломанные с помощью молнии. Только в этом году была сильная вода, поэтому течением всё унесло туда, в сторону Чуропчи. Друзья, если вы находитесь в лесу, если нашли воду, песок и пиляш, и разожгли костёр, кипятите чай. А вода-то грязная, поэтому, чтобы очистить её от натрия и от тяжёлых металлов, нужно скипятить, а потом побросать туда древесных углей. И тогда у неё есть калий, это антигониз натрия. А ещё угли соединяются, выделяют водород, а также бикарбонат, который очищает воду от тяжёлых металлов, от свободных радикалов. И примерно 10-20 минут так она будет кипеть, даже запаха не будет от этой воды. Сейчас скоро пойдёт дождь, гром и молния. А если будет град, я подготовлю для себя защиту от льда. Говорят, вот такие падали. Я сейчас нахожусь в изоляторе молнии. А вот эти облака с громом и молнией быстро приближаются к изолятору молнии. Ждём волосы дыбом и напряжение над землёй. Я подготовил прибор. Минус, там плюс. Вот, уже 23 микровольта. Вот, 224 микровольта. То есть, выше этого, выше этой величины. Вот, она растёт, потому что земля наполняется энергией. Наполняется, наполняется. И поэтому тут происходит плюс, а тут минус. Потому что гром оттуда идёт, энергия вот туда идёт. Потому что эта земля заряжается, а она ещё не заряжена. Поэтому отсюда плюс идёт туда, плюс идёт туда. Вот, поэтому ждём, ждём облака. Если ситуация выйдет из-под контроля, тогда мне придётся встать на стадикаме и вокруг себя протянуть проволоку. Вот такой, из микрофона. И вот с стадикам. И мне нужно будет встать сюда. Тогда энергия молнии войдёт отсюда, выйдет оттуда и отсюда вот туда. Тогда меня, только мне должно ударить. Вон оттуда должен прилететь облако с грозой, гром и молнией. А я хожу там, где есть изолятор молнии. И я должен увидеть, как мои волосы вот так поднимаются. И показать вам, что это действительно изолятор молнии. А по возможности показать свечение растений. Это озеро. Я жду. Вон её. Там стояли лошади. Стояли, 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 стояли. А в этом раз и все убежали. Не знаю почему, но возможно они знают. А сегодня сказали, что свечение было вчера. Ну, сегодня тоже будет свечение. Так мне местные сказали. Поэтому я жду, пока это гром и молния подойдут сюда и наполнят эту землю энергией. Поэтому я жду. А если что, если что пойдёт не так, то я попробую забраться на эту, на эту штуку, чтобы меня током не ударило. Но я думаю, этого не будет. Потому что у человека шаг маленький. Я думаю, я смогу выдержать напряжение где-то 80 вольт. Это висят мои штаны. Приближаются. Пока 5 миллиампер. Ясное небо. Это изолятор молнии. А вот это молнии. Вы слышали про Ямал. Там нашли баронки. Вот такие большие-большие. Это из-за того, что в Ямале слишком большие грозы начались. Поэтому под землёй выделяется водород. Выделяется, выделяется. И как она освобождается, происходит взрыв и выбрасывается земля на поверхность. У нас тут в Чуропче, где Мрила, Мрила, Манагай, там зимой точно такое же было. Когда трескается земля, треск, освобождается водород и взрыв. И подумали, что там испытание ядерной бомбы. Но я думаю, что это не из питания ядерной бомбы а это взрыв водорода который создается с помощью этого с помощью молнии там тоже есть каменный уголь поэтому там тоже выделяется водород под землей и когда зимой земля трескается из-за холода водород освобождается и взрыв бэнг еще в этом в Усалдане тоже землетрясение было хотя в Якутии вообще никогда землетрясений не бывает вон там есть гора большая гора вон там поэтому сейчас там это гром и молния набирает силу потому что все это пило идет туда а сюда она не подходит потому что здесь изолятор молнии поэтому она не подходит а когда она зарядит эту землю то она сюда и подойдет и будет бить здесь пенч 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 и вся земля будет заряжена энергией вот оттуда раньше когда был Советский Союз шел этот линия электропередачи и в один год когда были сильные грозы как в этом году там эта земля зарядилась энергией и примерно один километр электросети она все эти столбы сломала потому что молния выходит из-под земли к этому заземлению потому что провод был заземлением и отсюда вся она ее сломала и все это попилили и на дрова спустили поэтому здесь нет ни одного сети электропередачи поэтому здесь энергия молнии сохраняется и ждем ждем молнии я слышал что без причины киты и дельфины выбрасываются на берег просто берут и выбрасываются думаю они выбрасываются именно в такую погоду когда жарко они то думают что придет ударит молния гром и молния и тогда они ведь мясистые объемные гелаткие поэтому когда будет бить молния они лежат на берегу и этот озеро или море она без энергии поэтому она становится минусом оттуда молнии и к ним будет поступать водород 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 а потом все это заряжается море озеро там где эти плывут киты они сами заряжаются энергией потом потом у них будет энергия потом они начинают вот со стороны леса притягивать на берегу они ион гидрокарбоната так они очищают себя от свободных радикалов и от тяжелых металлов а еще они лежат где масса и плюс поэтому плюс и минус они лежат и энергия проходит через них и кровь превращается в стволовую келетку так они должны омолодиться а сейчас в мире нигде нету этого изолятора молнии а если есть то от них метан то вышел а мы живем в Якутии там где глобальное потепление еще продолжается но все же есть вечная мерзлота поэтому под нею сохранился этот каменный уголь с этим с метаном а метан создает давление давление изолятор таким образом я нахожусь там где есть изолятор молнии вот жду пока эта гроза подойдет сюда молния я слышу только гром гром идет гром 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 она увеличивается но очень медленно идет гром и молнии энергия заряжает землю тут ясное небо солнце смотрит тут энергия проходит оттуда плюс и минус таким образом если я стою через меня проходит электрический ток и от меня уходит в эту сторону свободные радикалы в эту сторону тяжелые металлы ну или наоборот как этот как я стою так и все происходит а еще один аппарат получается аппарат омолаживающий я просто думаю если оттуда энергия идет сюда поступает плюс плюс оттуда идет а минус идет от солнца поэтому все мое тело оно как бы заряжается плюсовым напряжением а от солнца идет этот минус таким образом вокруг меня происходит минус а внутри плюс таким образом внутри меня кровь превратится в стволовую клетку я вот так думаю и еще жду этой высоковольтной статики когда от меня будет выходить статика плюс под этим под волосами у меня есть кровь и она превратится в стволовую клетку один электрод прибора стоит вон плюс а минус там где маленькое озеро оттуда энергия заряжает 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 это происходит по химическому соединению когда углекислый газ соединяется с водой происходит бикарбонат анион бикарбоната энергия плюс освобождается и падает на землю а земля как бы заряжается энергией плюсом если она зарядится очень сильно тогда от этих от стрел всех будет выходить энергия плюс и будет создаваться озоновый слой неба а под землей как мы видим происходит это постоянное увеличение напряжения и будет выделяться с помощью древесных углей атомарный водород и все это для растений удобрения а для человека омоложение вот там черепча вот вот это идет река Татта там есть водохранилище Серехолос которое прорвало там стоит гора и вот как мы видим вот с этой стороны идет большое большое громадное огромадное облако с громом и молнией жду уже около двух часов она не идет и не идет человек говорит что когда-то менял столбы не здесь а в другом месте там тоже когда молния бьет все столбы поразломал и там же они это жили поэтому они ремонт сделали столбов а здесь ремонта не было как все сломало молнии так так и стоит уже ничего не сделали вот поэтому я жду когда же придут сюда гром и молния и здесь будет происходить свечение но думаю сюда она придет глубокой ночью потому что уже второй час здесь такое происходит приближается приближается но больших изменений пока нет облака с громами молнией приближаются приближаются ну очень медленно я вообще устал проголодался уже вечер она все не идет не идет стоит на одном месте поэтому я взял свою муку днем я кашу кашу ел а сейчас вот лепешки лепешки готовлю на костре пресная лепешка мука и вода вот так я и живу оттуда оттуда вон до сюда уже дошел кажется молния каждую минуту бьет каждую секунду гром не не стихает идет идет бьет бьет но удивило меня то что она все равно стоит на одном месте у нас там в деревне она пробегает как этот и все а тут я вижу совсем другую картину она стоит и стоит стоит и стоит прохождение очень медленное я даже успел скипятить чай и вот вот это лепешку сделал чуть-чуть там горело вот теперь я буду кушать и ждать когда этот облако с грозой придет в изолятор молнии это все что вы видите это стоит над изолятором молнии а вот этот гром и молния идет именно так чтобы все это зарядить таким образом чтобы все здесь наполнилось энергией я наелся и ко мне подошли мои друзья хорошо что облако приближается приближается и ветер усиливается а наверху видите вон какие-то полоски в обе этих полосках написано в библии о том что бог разделил воды под небесами от вод над небесами теперь человек который не знает что там озон водород просто смотрит и видит что да действительно там бушует океан видите а там именно какие процессы происходят откуда я знаю кто мог сосчитать слои облаков об этом написано в библии вот смотрите огромный огромный темный вот вообще темные облака круто вот и каша сварилась вода и мука опа ну к ужину поспел гром и молнии облака с грозой вот покрывает все долгожданный непонятные странные облака стоят стоят на одном месте как будто стоят на одном месте по-моему они летят слишком слишком-слишком низко вот гром 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 гремит центр где-то далеко я видел одну искру там одна искра была в дом все я подготовился сделал для камеры чехол от дождя и провода от высоковольтной статики и жду вот когда придет молния и будет бить сюда рядом вот тогда-то я буду снимать честно говоря я запутался вроде она должна была сюда прийти она так стояла и стоит вот в ту сторону сперва гром здесь било а потом там било и все закончилось не знаю что и делать наверное завтра если такая же ситуация будет я пойду туда все эти дрова это следствие наводнения вот о котором рассказывали по каналу 24 прорыв дамбы это мост который я вчера строил сегодня переправлюсь и пойду в другое место искать молнию там водохранилище а вот это все это ферма Лукиных которая уже давно брошена а там памятник стоит воинам и там где это моя временная база а я должен направиться вон туда дальше мы находимся в изоляторе молнии где-то здесь есть изолятор молнии только я не знаю точно где она хотя вчера я понял что молния появилась там и там и все потом остановилась а это здесь раньше был совхоз символическим названием коммунизм а это воины которые пошли на войну некоторые вернулись некоторые остались там оттуда я направляюсь туда там где просека покажу столбы которых разрушила молния земля провалилась вот это та самая просека линия электропередач когда-то здесь проходила но все эти столбы были разрушены из-за того что молния ударила и все это сломало о как раз это лежат те столбы которые были разрушены во время молнии люди взяли их и это на дрова отправили но здесь возможно это молния опять же непонятно столб это или другое иное сооружение да вроде это столбы вот же они столбы которые были разрушены с помощью высокой высокого напряжения большинства еще вне сон измельчает подали длинном мобильные университеты Красивые цветы. Никогда не видел таких. Вот нашел один пень. Возможно, это молния. Или вообще полностью. Вот. Разорвало. Это первый пень, который я нашел. В этой просеке. Ягоды покушал. Грибов много. Дядя видел. И еще это. Пчел. Аса называется. Ну вот. Дошел до фермы. Старой. Брошенной. И один столб. А вот лежит подстанция. Тоже раскручили. Она была сломана. Или ее на трава пустили. Трансформатор сняли. Из-за того, что она, в принципе, уже ни к чему не нужная. Люди, наверное, думали. Думали, думали и решили, что здесь они подстанцию строить не будут. А таким образом все здесь и разрушено. Здесь вроде немножко жили охотники после того, как ферма ушла. Но самое удивительное, что я нашел, это крест. Отлитый. Скорее всего, из свинца. В этом здании раньше была проводка. Видите, вот. Значит, здесь кипела жизнь. Кипела жизнь. А как молния сломала все, сети электропередачи, все ушли. Вот. 0,112. Сарай. Все разломали. Раньше здесь была ферма. Сено. Подвал и ферма. Сломанные строения. Фермы стоят. Это, оказывается, не подвал, а дом, где можно жить. Вот даже печка есть. На всякий случай. Зимой можно жить. Я сейчас попробую подняться на гору, там, где вышка стоит. О, где-то там. Если только смогу перебраться на тот берег. На тот берег речки. Вон там стоит башня. А там дорога в Хадар. Где-то там работают трактора Синокос. Где-то тут есть. Должна быть дорога. В Орхо. Там, где гора. Мне казалось, вчера был дождь, но вижу, здесь дождя не было. Тогда гром и молния, скорее всего, были еще дальше. И там, наверху. Точно не знаю, где. Возможно, это единственное растение круглое. Гриб круглый. У которого нет мембраны. Но она всего лишь круглая. А все растения имеют иголки. Здесь прошла цунами. Вот. Вот какая глубокая вода прошла. Целая цунами. Я должен перебраться на тот берег. И подняться на гору. Красота. Это красота. Эти дрова все. Из-за цунами. Которая пришла от водохранилища сюда. Это зимняя дорога. Из Хадара. В Орхо. Только ледом, скорее всего, не работает. Если смотреть по карте, то я нахожусь вот здесь. Вот. Отсюда поднимается дорога на гору. Вот здесь есть вышка. Я вчера находился вот здесь. Вот тут я находился. Через этот мост, который я не делал, я сумел перебраться на тот берег. Сейчас я поднимаюсь на гору. Судя по ножкам деревьев, тут был пожар. Я здесь был года три назад. Зимой. Я был здесь года три назад. Тогда еще эта вышка стояла. Я приходил зимой. Судя по всему, здесь был пожар. И она рухнула. Эта вышка. Ее строят на самой, самой высокой местности. Она упала. Значит, я нахожусь на самой вершине горы. А гора, мы знаем все, является вулканом. Тогда, скорее всего, вот это озеро является жерлом вулкана. Из-за вулкана, из-за ее взрыва происходит выброс метана, бензина, битума. И она образует каменный уголь. Именно поэтому изолятор молнии тут повсюду. Я приехал оттуда, потому что именно здесь била гроза и не отходила с этого места. Здесь было облако. Она стояла, била гроза и не уходила. Вот там, где вышка. А сегодня я направлюсь в участок Орха. Здесь неподалеку. Самый удивительный цветок, который я видел, это подснежник. Она, по идее, должна раскрыться только весной, но почему-то она раскрылась в августе. Интересно, в середине августа. я вспомнил в Моисея. Куст сгорел, но не сгорал. Возможно, здесь, если это изолятор молнии, этот куст тоже будет гореть, но не сгорать. утром я проснулся здесь, и потом по этой дороге, по этой просеке, по этой ферме поднялся на гору. вот сюда. Сейчас я нахожусь между этими двумя озерами. Вот эту я сказал жерлом вулкана, потому что это самая высокая точка, и именно там стояла вышка. Вот это жерло вулкана, а там лежит вышка. Уже не стоит. Вчера я видел грозы били здесь где-то. Вот на этой поверхности где-то били-били. Поэтому я поднялся. Сейчас я направляюсь в Орху. это разрушен. Это амбар. Амбар, балаган. А вот это стоит целый балаган. Я хочу показать вам что там внутри есть. Как мы видим стоит посередине печка. Камелек. А по краям кровать. нара. Вот это стоит стол. Стол походу сделан давно древний. Может быть переделан чуть-чуть. Вот. Здесь ночуют кому ему эти кто приходит на сенокоз. а так это построенный балаган. Какой-то как-то странно построенный. ха-тэн-наш. Ха-тэн. Березы. Ха-тэн-чаран. Когда я утром уходил от сверху Лоз тут стоял густой туман. А теперь вот вижу дым. Скорее всего от пожара. Если это не туман. Где-то там далеко, откуда я вернулся с Орхи, там идет гром и молния, но я думаю, что из-за пожара мне в этом году уже не суждено вам показать изолятор молнии в действии. Потому что гроз, скорее всего, в ближайшее время не будет. Вон те облака я видел, и вот это облако, как полоску я видел, я шел под ними. А помните, вчера вот гром и молния пришла, и ровно по той траектории она стояла, вот там стояла, там где эта полоса, и вот там эти, где эти. Там же это, она стояла и била молния, гром и молния. А вот тут, где это, вот это темное, вот это, темные густые, густой дым, как я только что сказал, тут ничего не было. Но сегодня тут встает густой дым, ну а с той стороны стоит вот открытое небо, вот там где стояла вот эта гром и молния. Я вот теперь думаю, что там где я, вовсе не этот, не дым, а возможно это облако. Потому что там вышка стояла, одна вышка там стоит, потому что гора не только там, но и там. Я вот думаю теперь, может это вообще-то не пожар, а это облако. Может поэтому молния бегает над поверхностью земли, потому что же это как бы облако стоит. Мы ведь на горе стоим, на горе, поэтому возможно и так. Поэтому буду наблюдать, наблюдать и кушать. Я не чувствую запаха дыма. Надо мной стоит какой-то странный туман, но не дым. Я бывал на пожарах, и дым от пожара не такой. А вот летел по самолёту, там такое, точно такое ощущение было. Как будто я внутри облака. Возможно, тогда это даже не изолятор молнии. А энергия происходит внутри облака. Вот если здесь заряжается, она бьёт вот отсюда до сюда молнией. Так поверх у нас чуть земли. А может и изолятор молнии. А я не знаю даже ничего. Но буду наблюдать. Ветер страшный, зимний. Друзья, сегодня прибор показывает совсем другие значения. Не такие, как вчера. А совсем иные. Смотрите. Она уже показывает 248 микровольт. Даже она растёт. Растёт, растёт. Вот здесь она уже как бы ничего не показывает. Потому что она выше. А вчера она показывала где-то 40 микровольт. А сегодня видите, какое напряжение. То есть, эта сторона плюс, а эта сторона минус. Интересно. Будем наблюдать. Вы помните фильм «Матрица». И там они кушали какую-то кашу. Я вам покажу эту кашу. Вот. Делается из муки и воды. Вот эта каша. Видите? Она без никакого вкуса. Тут нет ни соли, ничего. Только одна вода и мука. Видите? Вот такая каша. Этим я и питаюсь. Этим я неอง. Нет. Этим. Этим яйцо. Этим яйцу. Это конечно не рай, но здесь есть водопад, а вместо фруктов. Песчаный пляж, речка бурная и целый водопад. Это все в чуроче. Вот тут я ночую зимой и летом. Здесь иногда людей нету и в это время прихожу я. Вот мое питье, читаю книгу и ем кашу из муки с шевелем, с сахаром, этим солью. Вот такая вот у меня еда вкусная. Я нашел сегодня новый стих. Там он сокрушил горящие стрелы лука, щити меч и прекратил битву. Ты облечен светом, ты величественнее храни хищных гор. Ну вот. И сегодняшний мой день по поиску этих, этого щита и этих горящих стрел закончилась неудачей, конечно. Буду ждать следующего года. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Водопад, пляж, лес. Пляж, песок морской. Это, конечно, не курорт Краснодара или Крыла. Это у нас в Чуропче из-за глобального потепления. Сейчас в Чуропче есть пляж морской с морским песком. Смотрите, все это песок. Видите, песок толстый, толстый слой песка. Песок большой, чистый. Вот смотрите. Ха-дар. Смотрите, столько песка. Якутии в Чуропче. Чуропче А здесь, как в море, чистая вода теплая. Сейчас у меня будет завтрак. Я на этом пляже нашел этот какой-то странный кость. Скорее всего, от потопного зверя. Потому что она вышла с морским песком. Когда эта вода прорвала, она нашлась. Смотрите, вот эти песок. Вот. Видите? Чистый, чистый. Абсолютно чистый песок. А вот эта вышка второй горы. Но, скорее всего, она тоже вышла из строя. Если это вышка и вершина горы, то, скорее всего, это жерло вулкана. Микроволновка. Баллон. Доктор полевка. Провод. Улхан провод. Трансформатор. Крикой. О, улхан. Сварка проематор. Это вот, очень много открытых. Иван без микроволновка. Вот еще одна микроволновка. Вот эта микроволновка. Затем этих микроволновка. А вот улами, она, вообще, целая микроволновка. это Готовимся на новую экспедицию в Черехолавас, где будем ждать энергию молнии над изолятором молнии.